Всем привет, с вами Аурум, и сегодня я хочу рассказать вам об игрушке на ПК. Называется она City Battle. Не совсем обычно слышать о ПК-игрушках на моём канале, но вы же все по-любому так или иначе играете в ПК-игры. А мне повезло участвовать в бета-тестировании этой игры. Игру можно скачать в Стиме, но круто то, что она абсолютно бесплатная. В ней присутствует монетизация, но она, в принципе, довольно справедлива. Нет никаких лутбоксов и усилявок. Буквально за первые 10 минут игры вы поймёте весь смысл. То есть мы делимся на команды, выбираем себе определённого робота, выбираем себе определённый класс и выполняем командную задачу. После смерти мы не ждём следующего раунда, потому что здесь таковых и нет. Мы просто буквально через 5 секунд оживаем и заново начинаем поддерживать нашу команду. Но характерно то, что при сравнении с другими играми в жанре Hero Shooter, роботы City Battle обладают очень мощными способностями. Многие их обычные способности сравнимы с ультимативными способностями в других играх. И эта разница становится более острой по мере прокачки. На момент записи видео в игре присутствует 4 класса. Это Фантом, Страж, Штурмовик и Техник. В общем-то, по визуальным видам каждого можно интуитивно догадаться, что кто делает. Хотелось бы только отметить, что у каждого класса есть ещё и по два бесплатных комплекта. Остальные нужно будет открывать со временем. Так вот, у Фантома во втором комплекте есть пушка под названием Гильотина. Или нет, в принципе, это весь комплект называется Гильотина. Короче, у него там есть снайперская винтовка, если её так можно называть. Она уникальна на данный момент в этой игре, поэтому все кемперы знаете, что нужно делать, когда начнёте играть в эту игру. Второй класс это Страж, тут говорить нечего, видно, что это танк. Поэтому всем, кто хочет плосколобо похренячить, берите, пожалуйста, на вооружение. Штурмовик интересен чисто технически, потому что, во-первых, у него есть особая способность под названием Рывок, которая позволяет быстрое перемещение по направлению движения в горизонтальной плоскости. Ну и плюс, у него также есть способность, позволяющая ему летать. Тоже так делать, кроме него, в игре больше никто пока не может. И техник это просто классический хил. Причём у него есть особая способность под названием Телепорт. Она работает даже сквозь стены, поэтому если захотите кого-то похилить, без проблем перемещайтесь сквозь любые препятствия. Также стоит отметить, что прокачка очень сильно меняет геймплей класса. Каждый класс можно настроить под очень разные виды геймплея. Благодаря встроенной системе талантов это так называемые детали. Очень круто, что сейчас, ну я надеюсь и всегда так будет, но сейчас точно нет имбы в игре. Поэтому никакой конкретный класс тащить круче другого не будет. Всё зависит от карты, всё зависит от вашей команды. Да и вообще командная игра здесь, как и во многих подобных играх, играет ключевую роль. Поэтому играйте тем, чем вам больше нравится. Выбирайте тот класс, который больше поможет вашей команде. City Battle. Что же это за название и с чем оно связано? В переводе с английского это Битва Городов. Но даже так ничего пока не понятно. Мы с вами только что видели каких-то роботов, которые охренячатся в командах друг против друга. А что же, собственно, за City Battle? Ответ на этот вопрос находится в разделе карта мира. И когда мы сюда попадаем, видим такой прикольненький глобус, на котором есть светящиеся отметки. И вот каждая из этих отметок это определенная зона. Каждая зона содержит в себе города. И, о, ребятушки, вы можете здесь выбрать абсолютно любой город. Причем даже здесь есть, например, вот тема Москва-Север, Москва-Юг, Москва-Центр, Петербургская, Подмосковье-Север. Ну, короче, здесь куча локаций, за которые вы можете махаться. И в итоге, какой город станет самым топовым и самым крутым, может зависеть в том числе и от вас. В идеале идея такова, что все города мира начинают махаться в различных режимах игры и определяют все-таки сильнейшего. Идея действительно бодрая, но у меня осталось несколько вопросов. Возможно, все прояснится в ходе игры, но вот какой вопрос. А каким образом будет формироваться сбалансировка каждой фракции? Ну, будем эти зоны и эти города называть фракциями. Вот если, ну, очевидно же, что больше всего игроков в Москве. То есть все будут выбирать определенные локации, связанные с Москвой, например. И людей там будет намного больше. Каким же образом тогда весь остальной мир будет им противостоять? Или же, опять же, если ты находишься в фракции, которая постоянно в самом низу рейтинга, то ты захочешь перейти в другую, более сильную. Сейчас, кстати говоря, можно фракцию менять хоть каждую секундочку. Поэтому вот с этим мне вообще абсолютно не ясно. Но, уверен, в будущем все прояснится. В общем, если игрушка вас заинтересовала, то ее можно абсолютно бесплатно скачать, напомню, в Стиме. Помимо этого, оставлю ссылку в описании. Ну и с вами был Аурум. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачки, ребят. Ну, а кому геймплея показалось мало, смотрите дальше уже без моих комментариев. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok